В прошлый раз мы с вами рассмотрели простейшую модель с гемельтонианом, это был вырожденный уровень, на котором находится анчастиц плюс спаривательное взаимодействие П и П-крест – это операторы, рождающие пару сопряженных состояниях во всех возможных состояниях П – у нас был оператор-покрест, был такой сумма валяна, одна-вторая А – крест лямбля, А – крест лямбля с тильдой Он рождал пару, и видите, он рождал такую кабинетную суперпозицию пар во всех возможных состояниях То есть пара, как видите, не в одном состоянии находится, а размазана во всех Но это привело к тому, что у вас появляется в спектре щель, которая отделена от основного состояния И равна, так же я помню пополам, ну 4, ну 4 Дельта, щель, которая была в этом земле действия, умножить на омрика, поделить на 4 Где омрика – это число состояния вот в этом самом вырожденном уровне Мы считаем, что это число состояния немного больше единицы Значит мы дальше будем работать в предвижении, где у вас n, либо омрика – n, много больше единицы, и умножить тоже много больше единицы Ну это фактически число частиц, а это число дырок В том случае, когда уровень заполнил больше, чем наполовину Так, значит, вот мы, да, теперь смотрите Какие физические следствия существования вот этих самых спариваний Вот такой пары имеют место Ну эти следствия проявляются, ну фактически вероятностью переходов Например, простейшая реакция Это реакция, либо, значит, когда у вас налетает третий, а улетает протон Вот здесь А, здесь В ядро Это мишень, это частица, которая налетает То есть реакция передачи двух нейтронов ядров Ну либо реакция подхвата А, В, а здесь третий летает Понятно, что матричный элемент такой реакции У вас передается пара нейтронов У вас будет содержать матричный элемент вот такого типа n плюс 2 Или здесь это Сеньорити Вот в этот третий ns Ну а поскольку это оператор l плюс, l минус, то мы всегда этот матричный элемент знаем прямо в этой модели Мы получаем, что здесь одна вторая, корень квадратный Здесь стоит омега минус n минус s И n минус n минус 2 Так Ну и, соответственно, n минус 2s от оператора b ns Это будет тоже одна вторая, тоже корень А здесь только разница в том, что здесь будет омега минус n минус s плюс 2 А здесь будет n минус s Поменялись, видите, немножко s, s плюс 2 поменялись местами s минус 2, s, s минус 2 поменялись местами Так, теперь смотрите Значит, если мы работаем в случае, когда вы вблизи основного состояния то есть s у вас порядка единицы s у вас порядка единицы s порядка единицы s порядка единицы а омега и n минус омега велики то тогда эти маточные элементы они фактически совпадают они равны одна вторая корень из n на омега на омега минус n и в этом приближении видите, ну и эта ручина она больше единицы, естественно, получается по нашему условию то есть действительно вот маточные элементы усилены поэтому в таких реакциях у вас вот это явление спареное проявляется очень очень замеренно рассечения больше, чем если бы вы без этого эффекта смотрели теперь дальше возникает вопрос а что будет если вы передаете одну частицу одну частицу передаете ну, фактически для этого нам нужно найти маточные элементы просто операторов А и Акрес когда когда есть передача одной частицы одночастичный процесс ну, чтобы найти эти матричные элементы давайте мы напишем просто коммутатор оператора Акрес лямбда с двумехленианом H вот этим вернее, давайте сначала А лямбда чтобы спектрест сразу ну, коммутатор начисляется просто он переписывается через антикоммутаторы с операторами А и Акрес датас N вам дает минус эпсилон А лямбда минус эпсилон нет, минус плюс у вас с этой стороны так плюс г умножить умножить на А крест лямбда с тильдой а здесь стоит В потому что П только А операторы оба оператора А А крест двойка по этому сокращается и от X вот такое уравнение ну, и аналогичное уравнение можно написать для оператора А крест коммутатор А крест просто А крест а лямбда с тильдой так и плюс будет по-прежнему плюс ж П крест на А крест лямбда с тильдой так и плюс здесь появился плюс то время как здесь лямбда с тильдой ну, плюс по очень простой причине нескольку мы пишем когда вы делали терминтовское сопряжение то у вас, конечно, получается Б крест а здесь будет стоять А лямбда с тильдой но когда вы делаете еще одну тильду берете еще одно отражение времени тут появляется оператор А лямбда с двумя тильдами которые есть минус А лямбда я напомню вот это свойство оператор А лямбда дважды отраженных по времени это есть просто минус А лямбда поэтому здесь снова появляется плюс так ну, теперь давайте возьмем матчатые элементы вот в этом уравнении между состояниями справа будет n плюс 1 и 1 лямбда 1 это значит, что у вас как минимум одна неспаренная частица есть поэтому основное состояние имеет синьорит единица а слева, естественно, будет наше состояние синьорит 0 и n частица вот обложим вот этим первое уравнение а второе уравнение соответственно будет здесь у нас 0 n а здесь уже будет n минус 1 частица 1 лямбда 1 лямбда 1 лямбда 1 лямбда вот, ну и тогда энергии этих состояний нам известны мы эту задачу решили поэтому сразу получается уравнение которое связывает матричные элементы а и а крест лямбда это уравнение если мы подставим подставим энергии и воспользуемся вот этим приближением для матричных элементов b для матричных элементов b то тогда получится такое соотношение что n 0 а лямбда n плюс 1 лямбда равно корень квадрата без омега поделить на n это еще вернее так омега минус n поделить на n и здесь будет стоять n 0 а крест лямбда и здесь n минус 1 1 лямбда вот такое соотношение теперь еще одно соотношение между ними можно найти из антикоммутаторов антикоммутаторов а а крест лямбда лямбда и и равен сектор лямбда 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 и это соотношение дает следующее что квадрат модуля от n 0 а лямбда n минус 1 1 лямбда по мудрую в квадрате плюс квадрат модуля здесь n 0 а крест лямбда н минус 1 1 лямбда по мудрую в квадрате равно 1 так теперь смотрите силу и вариантности относительно отражения времени мы можем вот здесь поставить равную стиль потому что они квадрат модуля мудры 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 мы можем поскольку эти состояния у вас по времени сопряжены состояния не меняются при отражении времени то мы можем сделать эти сопряжения и написать что здесь просто поставить лямбда стильный лямбда стильный ну вот эти два два соотношения есть мы можем найти маточные элементы операторов а я крест получается вот такой интересный результат что n 0 а лямбда n плюс 1 1 лямбда равняется корень квадратный из омега минус m разуме на омега а второй маточный элемент n 0 а 3 лямбда n минус 1 1 лямбда он равен просто корень квадратному из r поделить на омега и поделить на омега так ну вот теперь если вы вспомните что для невзаимодействующих фермионов у вас эти маточные элементы должны быть равны либо 1 либо 0 то видно что здесь у вас вообще получилось что-то непонятное то есть никак совершенно не так как это должно быть для невзаимодействующих фермионов у вас всегда этот маточный элемент либо 0 либо 1 если это состояние заполнено то он дает единицу а если пустое то он дает 0 ну и здесь то же самое если это состояние пустое то он дает единицу если заполнено то он дает 0 а тут получилось что у вас оба меньше единицы меньше единицы и сумма квадратов только их равна единице ну в силу этого условия антикоммутантов антикоммутантов так то есть вот когда есть конденсат вот таких фар у вас образовался на уровне ваших то у вас уже матричные элементы стали сильно отличаться от невзаимодействующих частиц ну вот эти факторы называются факторы погребности то что есть значит смотрите смотрите что получилось вообще говоря обычно у вас оператор окрест рождает частицу в каком-то состоянии то есть он дает если система не взаимодействующая то дает просто состояние в совместное частице еще с одной частице теперь а вот в нашем случае получается что из этой частице с дополнительной частицей мы можем получить hinterm нуLa первый способ это подействовать оператором от мест и посадить частицу в свободное состояние. А второй способ, это мы можем подействовать оператором а лямбда стильдой и уничтожить частицу в паре. Вот в одной паре мы частицу уничтожаем. Тогда у нас снова получается состояние основной частицы, но только полная чисточность будет на 2 меньше, чем в первом случае. Так вот, если у вас n много больше единицы, как мы предполагаем, и зависимость от n плавная, то, в принципе, можем построить... Мы можем построить, тем не менее, из этих операторов мы можем построить... давайте обозначим вот это через у лямбда, а это через угое лямбда. Хотя оно от лямбда не зависит, но тем не менее, это пригодится в следующем. Мы можем построить оператор, который будет давать точно... Материчный элемент, который уходит между этими состояний, будет точно равен 1. Пренебрежение, конечно, разницы между вот этим и вот этим состоянием. То есть, m и m плюс 2, мы будем считать, что это состояние не отличается. Мы работаем в пренебрежении, когда вот всеми s и двоечками мы можем пренебречь. Тогда это фактически означает, что мы пренебрегаем разницей между вот этими углублями состояниями. Так вот, если мы такой оператор построим, b крест лямбда, который есть, q лямбда на а крест лямбда плюс v лямбда на а лямбда стиль дэн. Ну тогда легко увидеть, что если вы действуете на состояние вот это n0, s равен 0 этим оператором. Ну и если вы подставите вот эти матерские элементы сюда, то легко убедиться, что у вас получится b крест лямбда, действуемое состояние n0, оно даст точности с коэффициентом единицы состояния с некоторым смеженным с одной частицей дополнительной и с некоторым средним числом частиц. С некоторым средним числом частиц, в которой там есть комбинация n-1 и n-1 состояния. n-1 и n-1. Но коэффициент будет точностью единицы. Тогда мы можем сказать, что у нас вот этот оператор b это оператор, который рождает истинный фермион, не взаимодействующий. То есть, хотя частицы взаимодействуют, но мы можем построить оператор, который ведет себя как невзаимодействующий эфермион. Легко увидеть, что, ну, аналогично вы можете поставить оператор b лямбда, который будет равен, соответственно, у лямбда на а. Лямбда плюс b лямбда на а. а крест камбда стильный. А крест камбда стильный. То есть, вы можете уничтожить, либо частицу уничтожить, либо родить частицу в состоянии сопряженном, тогда они образуют пару. И у вас снова образуется состояние с синьорити равным нулю, но с другим числом частиц. Если мы этим пренебрегаем, то тогда этот оператор будет уничтожать наше возбуждение, которое вот здесь есть, вот эта частица. Ну, легко увидеть, что из-за того, что f квадрат плюс v квадрат равно единице, то тогда у вас здесь все антикоммутаторы сохраняются. Прямо можно убедиться, вот прямо из этого условия получается, что эти антикоммутаторы у вас сохраняются. Так. Ну, а если вы сосчитаете антикоммутаторы, например, 2b, b лямбда, b лямбда-штрих, b лямбда-штрих, то тогда получится следующее. Если это есть, так, ну, где-то здесь надо бубь-штрих поставить, по идее, это есть у лямбда-штрих сопряженная на дельта лямбда-штрих с тильдой, и плюс, плюс v лямбда-штрих сопряженная на u лямбда-штрих, а здесь будет другая дельта-символ от лямбда стильды лямбда-штрих. Так, как вот эти два дельта-символа друг с другом соотносятся? Ну, мы можем написать следующее соотношение. Если, ну, если вы возьмёте, например, вот здесь возьмёте ещё дельта сопряжения одно, то вы получите, что у вас вот эта дельта лямбда с тильдой лямбда-штрих при дельта сопряжении перейдёт в дельта лямбда с двумя оттильдами и лямбда-штрих с тильдой. А поскольку дельта с двумя оттильдами, лямбда с двумя оттильдами меняет знак, то есть просто минус дельта лямбда-штрих с тильдой. То есть вот эти два дельта-символа, они где-то противоположные знаки. Ну и тогда у вас здесь получается следующее. Здесь получается у сопряжённая лямбда-в, лямбда-штрих сопряжённая минус, ну, можно так поставить, у лямбда-в, в лямбда-штрих минус, в лямбда-у лямбда-штрих. Ну и если вы выберете, ну, видно, что если фазы у них нет, то есть у лямбда-в, в лямбда-штрих, в лямбда-штрих с тильдой. Ну, видно, что при лямбда-штрих равном лямбда-стильдой, если фазы у этих двух такие, что у лямбда-стильдой равняется у лямбда, и в лямбда-стильдой равняется у лямбда, это всегда имеет место, если есть тиль-вариантность автоматически, то есть мы можем всегда действительно выбрать эти величины, так что это сопряжение ничего не меняет, то тогда у вас автоматически это выражение равно нулю. Поэтому все антикомпутаторы сохраняются, все антикомпутаторы сохраняются. Ну и теперь, значит, ну, можно вот это утверждение сделать немножко более формально правильным. Если вы, скажем, скажете, что раз у вас число частиц, вы понебрегаете тем, что у вас состояние отличное, различающее числом частиц, будут одинаковы, то можно формализовать утверждение по справе в составе такое. Я его назову с такой круглой скобкой. Сумма по n в центре cn, а здесь вот это наше состояние n0. Суммировано ее n по количеству состояний, по интервалу dn, в которой много больше единицы, намного меньше, чем n. Так что, чтобы вот это n-среднее наше, n-среднее наше, было равно сумма по n cn по модулю квадрате умножить на n. Если вы считаете среднее число. Вот это среднее число, оно будет тогда выражаться таким вот образом. Тогда можно сказать, что вот этот оператор b-крест глянда, действуя на вот это наше состояние, дает вот это состояние, ну, состояние, которое можно написать вот с одной квази-частицей. То есть, вот этот оператор b-крест и b уже, вот есть оператор рождения квази-частиц, то, что называется квази-частиц. Вот квази-частицы здесь определены именно вот таким образом, что это есть некоторая суперпозиция из частиц и дырок, фактически, частиц и дырок. Который как раз отражает два способа создания вот этого воскушения с одной частицей. Вы можете ее либо родить, либо уничтожить частицу в паре, и у вас останется одна мисквази-частица. Вот. Значит, вот строим такое состояние. Да, ну и тогда, естественно, если это состояние, которое не имеет ни одной квази-частицы, то тогда оператор b-крест глянда, действуя на это состояние, должен давать норму. Должен давать норму. Вот это мы воспользуемся потом, чтобы построить явный вид вот этого состояния. Оно как вот так. Вот именно вот эту суперпозицию фактически построить, которая будет удовлетворять вот этому условию. Значит, вот это преобразование, от оператор А к операторам Б, это и то, что называется преобразование Боголюбова. Вот это есть, то, что называется преобразование Боголюбова. Да, это переход от частиц к квази-частиц. И он это преобразование использовал как раз при построении своего варианта теории сверхпроводности. Так, теперь, ну, если вы написали это преобразование, то обратное преобразование тоже легко написать, и оно будет выглядеть аналогично. Единственная разница, что там в одном месте будет знак другой, а именно, у вас будет А лямбда, есть У лямбда на Б лямбда минус Б лямбда на Б крест лямбда с тильдой. Ну, это возникло из-за того, что вы должны здесь взять тильду, например, чтобы операторы А крест лямбда и А лямбда, а лямбда и А крест лямбда с тильдой получить. Ну и тогда, когда вы здесь возьмете тильду, то тут появляется, видите, А с двумя тильдами, который меняет знак при В. Поэтому при В получается другой знак. Соответственно, А крест лямбда будет равен У лямбда на Б крест лямбда минус В лямбда на Б лямбда с тильдой. Так, ну и мы можем тогда легко написать, чему равно среднее значение частиц в состоянии лямбда. Отсюда. Вот в этом состоянии, в нашем состоянии, которое есть основное, которое повторяется к этому слову, Значит, можно написать, что Н лямбда – это есть среднее значение по этому состоянию. Вот А крест лямбда, А лямбда. Вот сколько у вас частиц находится в этом состоянии. В одном. Ну и подставляем вот эти значения и, пользуясь тем, что В действуя сюда дает 0, а В крест действуя сюда дает 0, вот просто получается это равно В в квадрате В в квадрате В в квадрате. В нашем случае это просто не зависит, потому что в нашем случае двойную квадрате равно просто Н поделить на Омега. Ну, то есть в основе частицы они равномерно размазаны по Омега состояниям. Поэтому среднее число заполнения Н делить на Омега получилось. Ну, тогда мы можем вот эти амплитуды У и В переписать следующим образом, что у вас В лямбда – это есть корень из Н лямбда, а У лямбда – это есть корень из единицы минус Н лямбда. Ну и наши амплитуды, как мы видим, они всегда находятся между нулем и единицей. Не точно 0 и единицей, как были бы случаи невзаимодействующих частиц. А когда вот есть корень из Н лямбда – они становятся меньше единицей, меньше единицей. Ну вот эти обстоятельства мы воспользуемся дальше, чтобы построить нашу теорию более точную. Значит, давайте теперь займёмся настроением вот этого состояния. Значит, нам нужно… Это уже надо. Давайте мы теперь подведём оператор пары, который не во все состояния рождается. Оператор пары – П крест лямбда, который есть. А крест лямбда, А крест лямбда с типами. То есть наш оператор П – это есть сумма вот этих операторов П лямбда. Вот, просто рождает вот это самое состояние. Теперь смотрите. Значит, вот что у нас В. В у нас вот такое. Вам нужно построить состояние, которое бы, например, оператор В, действуя на это состояние, давал бы ноль. Давал бы ноль. Пусть это состояние будет с определённым лямбдом. Ну, вот легко увидеть, что если у вас состояние… Взять вот такую комбинацию… У лямбда минус… В лямбда умножить на П крест лямбда… В лямбда… И действуя на низкий фактор… На истинный вакуум… То тогда… Вот это состояние… Действуя на вакуум… Это даст ноль. Ну, действительно. Значит, если вы напишите вот эту комбинацию… У лямбда… А лямбда плюс… В лямбда… Окрест лямбда стильный… И подействуйте на вот это состояние… У лямбда минус… В лямбда на… Давайте я просто напишу, что здесь стоит такой… Окрест лямбда… Окрест лямбда стильный… На вакуум… На вакуум… То тогда легко видеть… Что в первом члене… Это состояние… Действуя на вакуум… Даст ноль сразу… Так… А второе состояние… Действуя сюда… Да… Да… Теперь… А вот эта… Вот эта часть… Действуя сюда… Даст ноль просто по той причине… Что здесь все эти стоят… Окрест лямбда в квадрате… Окрест лямбда стильный… Окрест… Окрест… Стильный или действительный 0 всегда 0. Две частицы нельзя посадить в одном состоянии. Поэтому вот это действие сюда дает 0, и это действие сюда дает 0. Осталось только обычное действие этого сюда и вот этого сюда. Ну легко видеть, что здесь у вас стоит U лямбда, V лямбда на окрест лямбда стильный, когда вот этот действует сюда. Так, а вот это действует сюда. Есть минус V лямбда на U лямбда, а тут стоит комбинация A лямбда, A крест лямбда на A крест лямбда стильный. Ну вот смотрите. Значит, и все это действует на лапу. на лапу. Все это действует на лапу. Ну вот смотрите, что получается. Значит, получается, когда у вас вот это состояние антикоммутирует с этим. Оно дает сначала V лямбда на окрест лямбда стильный. И здесь должен получиться знак со знаком минус. А, нет, 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 нет. Да, смотрите. Значит, все правильно. Все правильно. Значит, переставляем вот это с этим и получаем. Значит, в первом случае стоит U лямбда, V лямбда на окрест лямбда стильный. Здесь переставлено будет плюс V лямбда U лямбда на окрест лямбда стильный. И все это действует на окрест лямбда стильный. И все это на окрест лямбда стильный. Ну вот смотрите. Этот с этим в точности сокращается. Останется вот этот. А здесь у вас, поскольку лямбда и лямбда стильные разные состояния, то вы можете просто проантикоммутировать его сюда. Антикоммунтатор равен нулю. Поскольку состояние не совпадает лямбда и лямбда стильный. Тогда это просто действует сюда даст ноль. Ну и поэтому действительно получается, что состояние V действия на вот это состояние дает ноль. Ну а теперь нам осталось только что построить. поскольку это мы для одного состояния выбрали но мы должны такую комбинацию построить для всех состояний поэтому полная волновая функция вот это состояние оно выглядит так это будет произведение по всем лямбда а здесь будет стоять Q лямбда минус V лямбда на V крест лямбда на вокруг то есть как видите состояние в котором число частиц не сохраняется оно не определено но в среднем число частиц у вас будет равно заданному это легко будет потом можно будет увидеть вот значит теперь ну действительно здесь число частиц не сохраняется но если у вас число частиц велико то действительно несохранение не слишком большое а у вас дельта M действительно много меньше будет чем N ну и просто в махроскопических системах например в металлах так как это волновая функция это волновая функция то есть название волновая функция волновая функция BKSH BKSH Бартин Купер Шрифер Бартин Купер Шрифер вот когда у вас число частиц стремится к бесконечности тогда у вас точность этого приближения заметно лучше заметно лучше так теперь смотрите ну опять же если мы хотим найти нашу УИВ не в такой задаче а в более точной не в таком примитивном приближении а немножко в более точном приближении то мы должны значит наш галлютинян который будем немножко модифицировать значит первая модификация значит коль скоро мы поговорим что мы отказываемся от сохранения числа частиц то тогда как всегда мы должны искать основное состояние введя Lagrange множитель Lagrange множитель если мы отказываемся от того чтобы N фиксировать будем считать что N у нас любое так вы должны рассматривать галлютинян H3 в которой есть H минус μ N H минус μ N то есть металлограмм Шипновский да и требует затем чтобы в нашем состоянии N среднее было бы равно заданному заданному числу т.к. среднее это есть среднее значение в нашем состоянии от оператора числа 2 частиц 0 вот это есть консерин и оно должно быть ровно заданному заданному числу значит вот отсюда находится собственно этот самый Lagrange множитель ну легко увидеть что понятно что это есть просто энергия форме поскольку у нас температура не так ну и дальше теперь давайте мы наш галлютинян немножко обобщим и после этого сделаем перерыв обобщим наш галлютинян вот вместо вот этого галлютиняна давайте писать более точный энергетинян который выбрали следующим образом значит мы наш h это во-первых сумма х х х х х х х то есть мы отказываемся от вырождения у нас уже разные энергии так ну и теперь удобно здесь суммирование вести только по по состояниям который ну не по всем состояниям которые по состояниям сразу по состоянию суммирования берется сразу по лямбда и лямбда стиль мы сразу будем суммировать по паре тогда поскольку лямбда не зависит то в этой сумме по паре мы должны поставить двойку потому что и тот и другой и той и другой и той и другой лямбда и лямбда штырик лямбда лямбда штырик вот у нас тут была одна константа а здесь мы возьмем материчный элемент который уже зависит от состояния но по-прежнему оставили только взаимодействие между парами и здесь будет писать f лямбда то есть мы оставили взаимодействие между парами только но по-прежнему но вообще говоря у вас взаимодействие может быть материчный элемент взаимодействия немножко отличается фактически вот это у лямбда лямбда штырик это есть материчный элемент лямбда 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 штырик ну взаимодействие вот такое между парами то есть мы по-прежнему не все взаимодействие учитываем а только часть то которое существенно для эффектов спаливания и выписываем вот такой гамбетониан вот такой гамбетониан ну вот сейчас давайте сделаем перерыв после перерыва мы с этим гамбетонианом поработаем вторая волновая функция у нас есть вот этот гамбетониан волновой функции есть вот эти парами трипу и в которые надо найти ну как находить ну как как известно у нас энергия основного состояния должна быть минимальна поэтому мы просто должны сосчитать по вот этому состоянию среднюю энергию вот такое среднее а4 вот вот такое среднее сосчитать и затем минимизировать его и найти вот эти коэффициенты у и b значит вся проблема заключается в том что сосчитать среднее вот по такому состоянию среднее по такому состоянию вот ну здесь значит я не буду деталями а я просто выпишу это среднее как оно получается если вы возьмете вот эти вот эти сюда подставите то суммы конечно у вас все сохранятся и для каждого лямбда у вас значит вы должны подействовать вот этими самыми вычислить среднее с этими операторами ну и тогда я просто сразу выпишу ответ который может быть будет понятен ну поскольку здесь стоит n лямбда n лямбда то есть сумма по лямбда 2 эпсел лямбда минус ню умножить на v лямбда в квадрате поскольку n лямбда это и есть v лямбда в квадрате так а взаимодействие у вас будет выглядеть следующим образом сумма по лямбда лямбда шлих здесь будет стоять у п лямбда лямбда шлих а вместо p крест и p будут стоять следующие комбинации здесь будет стоять у лямбда в лямбда и у лямбда шлих с в лямбда шлих то есть фактически среднее среднее от p крест лямбда p крест лямбда это есть u лямбда и v лямбда всего лишь вот ну и среднее от p крест от p то же самое тоже самое от лямбда штрих от лямбда поэтому вошла пара от лямбда увы и пара пара от лямбда штрих значит вот такой комбинации ну теперь значит коль скоро у вас есть еще условие что u плюс v квадрат равно единице то удобно перевести написать что v лямбда это есть корень n лямбда а у лямбда есть корень из единицы минус s лямбда и дальше минимизировать n лямбда дальше минимизировать n лямбда значит тогда получается вот эта энергия основного состояния выражена через n лямбда она приобретает давайте мы одну длинную форму вытишим и дальше будем референсировать n и ее уже на глаз значит вот эта энергия основного состояния е0 функционал это лямбда это и следующая сумма по лямбда 2 и лямбда минус н будет n лямбда естественно а z будет плюс сумма по лямбду лямбда штрих парное взаимодействие буква p означает что это парное взаимодействие между парами и корень здесь стоит n лямбда единица минус n лямбда n лямбда штрих единица минус n лямбда штрих ну вот и все ну теперь надо продифференцировать ее по лямбда и написать что de 0 по dm лямбда должно быть равно 0 должно быть равно 0 так ну прямо если вы дифференцируете то уравнение получается простой вот первый же простой здесь будет просто 2 еписон лямбда минус ню так а здесь будет плюс 2 потому что тут их дважды одно по лямбда а другое лямбда штрих равно внешнему лямбда значит в числителе возникает единица минус 2 n лямбда от вот дифференцирования вот этого n лямбда минус r лямбда в квадрате единица минус 2 n лямбда производная от него так в знаменацию входит опять же дворечка от корня и корень вниз n лямбда на единице минус n лямбда от корня шел вниз и дифференцировали так ну а здесь осталась сумма порядок штрих осталась у у п лямбда 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 штрих и остался корень от второго n лямбда штрих минус n лямбда штрих в принципе это все равно в принципе структура понятна двоечка возникла что внешнему лямбда будет равна два раза у нас есть лямбда встречается внешне лямбда здесь другой здесь одно в этой сумме и другое в этой сумме нет так теперь давайте введем вот такое обозначение давайте введем обозначение дельта лямбда равняется минус сумма лямбда штрих у парня лямбда лямбда штрих из лямбда 2 уравнение уравнение принимает такой простой вид уравнение у нас принимает такой простой вид там двойки сократились так это я уже соберу уравнение принимает вид такой aya и ελ минус μ равняется Δλ на 1 минус 2ν. Так, теперь если еще ввести вот такое обозначение, написав, что ελ равно корню квадратную из ελ минус μ в квадрате плюс βλ в квадрате, то тогда это квадратное уравнение относительно nλ, так вот здесь вот есть ремниакер. Так где-то я корень еще один... А, вот, вот эта, я потерял вот этот сам корень, вот здесь стоит 2, и корень из ελ, это лишь минус ελ. Вот так. Но это квадратное уравнение относительно граммда, оно решается, и получается следующее выражение, что m граммда равно 1 вторая, поскольку в квадратном уравнении есть два решения, на ε граммда минус мюн поделить на делямда. Так, ну все эффекты спаривания у вас, видите, в дельте спрятались, в дельте спрятались. Теперь, в отсутствии взаимодействия, если, например, это стремится к нулю, то есть взаимодействие с нулю, и эта величина стремится к модулю ε, к модулю ε λ минус мюн. Ну и тогда у нас должны быть числа заполнения 0 и 1, а фермерская ступенька должна быть. Вот, поэтому мы должны здесь выбрать знак минус, чтобы когда ε λ меньше мюн, у вас была бы 1, а когда больше мюн, был бы 0. Ну, поэтому знак здесь определяется вот из этого условия, чтобы он совпадал с ним взаимодействующим случаем. Ну и мюн понятно, что это эфемерия фермерки в этом случае будет. Ну, видно, что у вас числа отличаются от нуля и единицы только в области, ну, вблизи, вблизи по районности фермерки. Если у вас порядка дельты, когда вы уходите от границы фермерки, то у вас числа заполнения становятся нулю по единице. И только вблизи по районности фермерки у вас есть размазка. Поэтому если вы нарисовать вот эти числа заполнения, как пункты энергии, то картинка будет выглядеть так, что вот у вас есть отрядно, здесь, значит, стоит энергия, кексила, и вот тут где-то поверхность фермерки. Вот, была бы ступенька такая, а здесь у вас будет некоторая размазка. Некоторая размазка, и ширина этой размазки порядка дыра, которая много меньше, чем 0 ипсом фермерки. Вот это вот ипсом фермерки. Энергия. Получилась такая причина. Да, ну и отсюда тогда получаются все значения для Q и V. То есть QV квадрат, как иисплоста и лямда. Сразу получаем, что чему равны Q квадрат и V квадрат. У квадрат и V квадрат. Значит, V квадрат есть N лямда, и это равняется 1 вторая единица минус ε лямда минус 0 единица на лямда. Ну, сумма квадрат, сумма этих квадрат равна, конечно, единице. Собственно, как без этого мы искали? Ну, теперь нам осталось еще найти дельта. Мы еще не решили это уравнение. Теперь нам надо найти дельта. И выяснить, когда мы отлично орумляем. Так, если мы... Значит, в дельте у вас стоит выражение... Вот это. Это U умножить на V. Ну, если вы U умножите на V, то здесь будет стоять единица минус корень квадрата из единицы минус квадрат этого, деленное на квадрат этого. Если я перенести сюда и сократить я взял лямда на 8 в квадрате, то получится, что U в лямда на U лямда здесь просто дельта поделить на 2 е. Дельта поделить на 2 е. Ну, и тогда вот это уравнение для дельты принимает литр. Вот это я сотру. А здесь я напишу. Здесь тренинг, это лямда на штрих поделить на 2 е. Лямда на штрих. Вот это уравнение надо решить. Ну, всегда есть примерное решение дельта равного любви. В принципе. Но, если у вас U притягивающая, если U отрицательна, то при некотором величине U у вас может появиться решение, в котором дельта будет отлично от нуля. Дельта будет отлично от нуля. Ну вот давайте мы давайте мы теперь снова как-нибудь вот это упростим уравнением. Давайте представим себе, что у вас вот это взаимодействие спаривательное, оно имеет место только вблизи, для состояния вблизи поверхности фирмы. Раз. Ну и там оно слабо зависит от лямда. То есть мы напишем, что вот это самое U U спаривательное, лямда, лямда, штрих, это есть некоторая константа а здесь я напишу тета лямда, тета лямда, штрих, где тета лямда, равно единице, вблизи 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 энергии фирмы, вблизи поверхности фирмы. И нулю, то есть такое отрезка, что где-то вот в этой области, где-то вот, например, в этой области, ну я так нарисовал, что вот здесь вот тета лямда равна единице, а за этой области она равна мудру. Ну тогда, соответственно, у нас и решение будет, и константы. Тогда у нас отсюда видно, что у нас, если тета подставили сюда, то видно, что у нас дета лямда тоже будет пропорционально этой самой тети, что вполне уже естественно, поскольку в спаре они принимают участие только в состоянии вблизи. Верхние незаполненные молочки, нижние состояния уже все заполнены, значит, дельта лямда, когда отсюда будет равна дельта умножить на дета лямда. И для дета получается в основном такое единица плюс единица, так, давайте я тут напишу минус g, чтобы было притяжение, это равно g на сумму по лямбда единица на 2e лямбда на дета лямбда. Вот такое уравнение. Оно должно иметь, видно, что у вас если же маленькое слишком, то у вас решение может не быть. Тогда одно решение только дельта равное на 2e. Если достаточно большое g, g, у вас тогда появляется спаривание. То есть, видно, что не все кто-то. То есть, видно, что у вас все определяется над этим знаменателем, фактически. Это вот есть причина, по которой, скажем, спаривание в магических ядрах отсутствует. Потому что у вас там знаменатель целая оболочка. Целая оболочка. Расстояние между оболочками от единицы на а в степени 1,3. Это большое расстояние. А когда у вас оболочка заполнена не полностью, то внутри оболочки у вас расстояние между уровнями это единица на единица на а по сравнению с единицей. То есть, в а раз меньше. И там действительно вот эти энергетические знаменатели достаточно малы, поэтому поэтому решение может быть. Вот. Если да, теперь смотрите, критическая величина g поскольку здесь дельта присутствует, критическая величина взаимодействия, когда появляется спаливание, она определяется условием единица равняется вот это самое g критическое. А здесь стоит сумма по лямбда, это лямбда, а здесь будет два эпсидементом лямбда, и на сумму по модуле. Эпсидементом лямбда, и на сумму по модуле. Значит, вот это условие. Если g меньше, чем же третически у вас, у вас ненужного решения нет. Так, ну теперь, если теперь перейти до бесконечной системы, то мы должны перейти от суммируемого состояния к интегрированию с плотностью уровней. То есть мы должны писать, как изгиблирует. В бесконечной системе это будет выглядеть как. Единица равняется g, здесь будет интеграл от минус чего? Ну, давайте напишем это, то это. Здесь будет депсилон, здесь будет минус от епсилон, а тут будет два корня из епсилон квадрат плюс дельта квадрат. Вот так. Ну, вот эта функция плавная, поэтому мы заменим ее значение на поверхности фермина. И напишем, что это примерно равно g на нем фермина. Это плотность уровня на поверхности фермина. Ну, а теперь тогда состоится вот этот интеграл, который вычисляется. Это дает ортангус гиперболический, который есть просто логарифм. Здесь будет это плюс корень из епсилон квадрат плюс дельта квадрат поделить на дельта. Ну, вот. Значит, если это велико по сравнению с дельта, то мы можем здесь это убрать. И получается вот, что дельта равна отсюда 2 это на е в степени минус единица поделить на g му фермина. То есть, видите, дельта экспоненциально мала. Экспоненциально мала по сравнению с интервалом, на котором у вас разыгрывается спаривание. Экспоненциально мала. Но всегда, но в непрерывной системе у вас дельта всегда отлично от нуля. Каким бы ни было g, если оно не ноль, то у вас всегда есть спаривание при нулевой температуре. То есть, все металлы при нулевой температуре сверху отлично. Да, ну, а меньше на этом в металлах это просто дебаймская частота. Потому что притяжение возникает из-за того, что электроды... Притяжение каждой электродами возникает из-за взаимодействия с фаномами, с колебаниями и решетками. И как раз оно отрицательно присыпает, когда электроны находятся на поверхности фермы. Вот, теперь вот эта экспоненциальная зависимость очень просто тогда объясняется, что если у вас электроны только в узком слое на поверхности фермы имеют притяжение, то фактически у вас система двумерная, то есть у вас двумерная яма. Но если вы вспомните в вашем механике, то в двумерной яме всегда есть уровень, в отличие от трехмерной, и этот уровень действительно экспоненциально зависит от глубины ямы. То есть вот эта глубина ямы фактически и уровень зависит от ее экспоненциальной. То есть вот это фактически существенный момент, почему сверхпроводимость всегда есть, потому что движение электронов по поверхности фермы – это двумерная система. И в двумерной системе его и при любом притяжении. Вот, ну вот видите, мы начали вот с такой модели, а пришли просто к модели БКШ, к модели Бардена-Купера-Шлиффера, которая начнет объяснять наличие скороположенности. Вот эта модель была не только построена лет за десять. Вот эта модель. Лет за десять до появления теории Бардена-Купера-Шлиффера. И только вот после создания БКШ было осознано, что, в общем-то, это могло быть как наш прямое отношение к сверхпроводимости. Вот. Ну и, как видите, это все в конечной системе тоже имеет место. Это тоже имеет место. Ну и тогда… Ну и тогда здесь… Значит, вот все вот эти явления, вот это щелчь спектры, вот эта депта, как будет видно, это просто щелчь спектры. И чтобы это показать, мы должны найти состояние… Состояние с одной квазичастицей. И посмотреть ее энергию. Состояние с одной квазичастицей. Состояние с одной квазичастицей – это есть следующее состояние. Это состояние, которое получается из нашего основного действия императора БКС. То есть состояние с одной квазичастицей в состоянии лямбда. Это есть БКС. Лямбда умножить на наше вот это основное состояние. Наше основное состояние. И мы должны сосчитать среднее от Гамильтониана по вот этому состоянию. От Ашты – вот это среднее. По вот этому состоянию и вычесть энергию основного состояния. Это будет энергией возбуждения. Ну вот. Я не буду приводить, как вычитаются, магичные элементы. Они все через операторы вычитываются единообразно. Протаскиваем оператором А направо и окрест налево, чтобы занулить. Их действие давало ноль при действии на обкладке. А то, что остается, это будет только кабутаторы или антикабутаторы. Так вот, вот эта энергия, добровая гамбда, энергия возбуждения, она будет выглядеть так. Здесь будет стоять ε гамбда минус ню, а тут стоит единица минус 2 в ню в квадрате. Значит, 2 в ню в квадрате была энергия, вклад в энергию основного состояния. Вот ещё появилась одна конечно-частица. Ну а здесь получается минус 2 бл, мы умножим на сумму В лямбда штрих. У В лямбда штрих. Ну, и умножим на сумму В лямбда штрих ус у лямбда штрих В лямбда штрих. Сумма вот эта, она есть в точности минус дельта, и поэтому если вы отставите все сюда, то вы получите следующее простое выражение, что дубльная ламда есть, значит, вот эта епсил ламда минус мю умножить на единица минус дельта. 2 у него это есть единица плюс епсил ламда минус мю умножить на единица ламда, так, здесь стоит минус 2 дельта поделить на 2 е ламда, дельта ламда, и здесь стоит, вот это есть минус дельта, умножить на минус дельта. Ну вот, если теперь, видите, единички сократились, здесь получилось епсил минус мю в квадрате, и еще плюс дельта в квадрате, это есть е ламда в квадрате. То есть, все это в сумме равно просто вот этому самому е ламду. То есть, вот эта е ламда, это просто есть энергия, энергия возбуждения. И, как видите, она у вас начинается со щелей. Если щель отличная от нуля, то есть дельта, это и есть щель спектрой. Щель спектрой возбуждения. Если у вас есть спаивание, то, чтобы частицу возбудить, чтобы создать возбуждение, вы должны либо разорвать пару в четной системе, то есть там 2 дельта энергия начинается, либо, значит, вот в четной системе у вас энергия начинается с дельта, потому что у вас разница энергии, как минимум, дельта содержит при создании. То есть, это вот прямо энергия квазичастицы. Е ламда – это прямо энергия квазичастицы. Так. Теперь. Теперь, ну, если у вас состояние не основное, а возбужденное, то есть возбужденное состояние отличается от основного тем, что у вас есть разорванная пара. Это означает, что сеньорити S отлично от нуля. Сеньорити отлично от нуля. Ну, тогда нужно, значит, вот здесь вот предполагалось, что дублет пустой в уравнении для дельта. Вот здесь вот предполагалось, что дублет пустой. Ну, а на самом деле у вас, если есть, если есть какое-то количество разорванных частиц, то есть, если обозначить через F ламда вероятность найти неспаривную частицу в этом состоянии. То есть, состояние уже имеет частицы неспаривную. И если F ламда – это вероятность, то тогда мы должны сюда добавить вероятность того, что в сумму дают вклад состояний, у которых нет частиц. Это есть единица минус F ламда минус F ламда стильдой. F ламда стильдой. То есть, тут у вас должно быть оба состояния, поскольку входит в пару всегда ламда и ламда стильдой сюда, в материчный ламда. Надо, чтобы эти состояния были пустые. Поэтому вот такая величина входит. Вот такая величина входит. Ну, такая ситуация при конечных температурах возникает. Ну, и тогда, естественно, вклад в эту сумму уменьшается. И при некоторой температуре, когда у вас слишком много возбуждений, у вас вот эта дельта, даже бесконечный систем, обращается в норму. Это определяет критическую температуру перехода. Ну, а здесь у вас, значит, здесь у вас, это означает, что высоко возбужденное состояние, в высоко возбужденных состояниях у вас, яберных у вас, пальцев будет отсутствовать. Ну, высоко возбужденное состояние, это состояние, там, типа, составного ядра, когда у вас захватывается, например, нейтрон, и это его энергия размешивается по многим, по всем частицам. Тогда у вас получается много возбужденных частиц. Ну, и фактически это состояние можно описывать, как статистически, приписать ему какую-то температуру. Ну, и тогда в таком состоянии у вас уже будет спаривание, естественно, меньше. Как раз вот из-за этих факторов, что у вас есть много состояния, которые блокированы парой. Пары образоваться не могут из-за наличия там частиц. Из-за наличия там частиц. Теперь, что еще интересного здесь? Что еще интересного здесь? Да, интересно, например, сосчитать, а насколько энергия основного состояния меньше в присутствии спаривания, чем вот эта энергия 1-0, которую мы вычислили. Интересно подставить туда это, значит, все вот эти значения, посмотреть, насколько оно, насколько оно будет меньше. Ну, вот эта энергия основного состояния вычисляется. Так, где-то я, фрун, хорошее. Значит, надо вернуться к старому выражению для энергии, фактически, вот это написано здесь всего, что-то надо подставить с маточной винятой, которые есть либо N-лябда, либо произведение U-U на V. Значит, я напоминаю, что мы суммируем только по половине состояния, по сопряженным состояниям, но и минус G на сумма по лямбда, E-Lambda, U, λ, V, λ, ну и здесь D, 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 Lambda, F, F, F. Не, штрих, не будем писать. Штрих, 50, 0. Да, и все в квадрате. Здесь вам все факторизовалось. Все факторизовало. Уже вынеслось, и theta, λ, theta, theta, raw, штрих, далее динамтовая сумма. Вот это есть энергия основного состояния. Ну, опять же, удобно так время сосчитать, надо перейти к пределам бесконечной системы. Ну, к пределам бесконечной системы я сразу просто напишу ответ, что E0 отличается от энергии неспаривания системы на величину Значит, E0 в присутствии спаривания минус E0 0 без спаривания Эта величина есть минус 1 вторая дельта квадрат умножить на ню на нюфер То есть, вот в этой области у вас выигрышем дельте и на число состояний, которое здесь у вас есть То есть, есть явный выигрыш энергии сверхпроводящего состояния ниже, чем энергии нормального состояния Так, ну и теперь еще спрашивается, какие у нас есть намагичные элементы, ограничения Ну, не ограничения, а какие тогда у вас Значит, у вас там всегда есть те же самые мультипольные моменты Спрашивается, какое влияние спаривания оказывает там на подрубольный момент, там на минный момент Если мы теперь будем вычискать эти величины Ну, в общем случае, оператор может записан быть как тот оператор какой-то V одночастичный, который меняет положение только одной частицы Это и есть сумма операторов, действующих на все частицы А вот в представлении вторичного квадрата Это будет выглядеть так Сумма по лямбда лямбда штрих V лямбда лямбда штрих Это маточный элемент в одночастичном состоянии А здесь, значит, стоит соответственно Ам-трест лямбда Ам-трест лямбда То есть смысл очень простой Во вторичном квадрате все операторы очень простой смыслом имеют То есть, если у меня положение одной частицы То тогда уничтожается частица в состоянии лямбда штрих И рождается в состояние лямбда То есть, пересаживает ее из одного состояния в другое Так Ну, теперь Теперь, значит, если мы хотим сосчитать Маточные элементы и среднее значение этих операторов Ну, мы должны перейти к квазичастицам То есть, нас интересуют вот такие маточные элементы В ноль, то, например, В В основном состоянии В основном состоянии Мы должны перейти к операторам В и В-крест И подействовать прямо Ну и тогда, значит, у нас получится следующее Значит, получится, во-первых В среднем В среднем остается только диагональный 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 член, который имеет очень простой вид В среднее Это есть сумма в лямбда В лямбда лямбда на Н лямбда Вот такое среднее значение очень простое В среднее Так Если мы хотим не диагональные маточные элементы считать То мы должны здесь оставить операторы, которые содержат В и В-крест Тогда Вот Тогда В и В-крест Тогда вот здесь есть два типа операторов Операторы, которые содержат В-крест-В В-крест-В-крест и В-В То есть два типа операторов Один рождает и достижает по две квазичастицы А другой Диагональный по квазичастицам, который не меняет числа квазичастиц Так вот, его величина есть такая Сумма в лямбда лямбда штрих Вот это В-ноль, который не меняет Здесь есть В лямбда лямбда штрих Маточный элемент И тут стоит У лямбда У лямбда штрих На В-крест лямбда В лямбда штрих И Никс В лямбда В лямбда штрих В-крест лямбда С-тих На В-лямба с-тих Святого типа Потому что есть всегда В и В В лямбда этого вопроса В-крест В-крест лямбда оба оператора вот они вот таким образом сюда дают уклад да и теперь смотрите что давайте мы вот здесь теперь смотрите но мы можем свести его к этому если сделаем операцию т-сопряжение т-сопряжение тогда если вы сделаете т-сопряжение то тогда возникает интересная ситуация что для того если оператор т-четный по времени для т-нечетный получается разные разные диагональные вклады значит если оператор т-четный то тогда ну просто у вас вот этот член переходит в этот и получается что матричный элемент т-четного оператора лямбда лямбда штрих он приобретает фактор в лямбда лямбда штрих а здесь стоит если вы находитесь вблизи поверхности фермы там у лямбда и в лямбда равны и тогда вклад вклад диагональный маточный элемент будет за нуляция если у вас т-четный оператор то получается следующее здесь будет в лямбда лямбда штрих а здесь будет стоять сумма у лямбда у лямбда штрих плюс в лямбда в лямбда штрих и тогда в грязи поверхности фермы у вас это будет единица для диагональных маточных элементов единица и тогда с ними ничего не происходит таким образом видно что если например вы считаете магнитные моменты то влияние спаривания невелико у вас эти факторы всегда близки суммой близка к единице а если вы считаете квадрупольный момент который ты черный то спаривание на него будет влиять кардинально у него маточный элемент его будут сильно отличаться сильно загуляться именно по этой причине у вас квадрупольная деформация не появляется сразу когда у вас появляются частицы на следующем уровне по сверхзаполненной оболочке надо чтобы там набралось достаточно много частей чтобы чтобы квадрупольная деформация стала выгодна потому что иначе квадрупольный момент будет подавляться вот этим самым фактором спаривания то есть спаривание задерживает переход к деформированным ядрам поэтому переход к деформированным ядрам возникает в середине заполненной оболочки они сразу с самого начала как только у вас ополочка заполняется ну вот собственно все чего я хотел сказать про спаривание вот про спаривание в ядерной лизе то есть это явление оно сильно меняет маточные элементы оно как видите сильно задерживается да еще интересный вопрос оно сильно меняет момент иммерции системы момент иммерции у ядра он совсем не такой как у деформированного твердого тела он гораздо меньше поэтому это тоже тоже идет от спаривания фактически есть такое полуклассическое объяснение что если у вас сверхнекучая капля вот такой формы то вот эта часть спирическая она во вращении принимает участие не принимает а вращается только вот эта часть потом вклад в момент инерции идет только вот отсюда а вот эта часть она вообще инертная ну вот на этом сегодня наверное все значит завтра мы уже начнем электромагнитное взаимодействие в ядрах какую роль она играет и какие вероятности гаммы излучения какие процессы у вас есть с учетом с присутствием электромагнитного взаимодействия все еще до завтра все еще до завтра все еще до завтра все еще до завтра все еще до завтра